Добро пожаловать на наш канал. Спасибо, что вы с нами. Уважаемые зрители, подпишитесь на наши каналы в Яндексе и Рутюбе. Мы продолжаем читать духовное наставление святых, симфония по творениям святителя Иоанна Златоуста. Если мы пребудем в ожесточении, подобно фараону, и невразумимся наказаниями, то нас ожидает не потопление в Черном море, но море огненное, с которым Черное море ни по величине, ни по количеству сравниться не может. Море несравненно обширнейшее и яростнейшее, волны которого все из огня необыкновенного и ужасного. Там зияет великая пропасть, пышущая лютейшим пламенем. Там повсюду увидишь пробегающий огонь, подобный какому-то свирепому зверю. Послушай, что говорят одни суда пророки. Приходит день Господа лютый, с гневом и пылающей яростью. Не найдешь тогда ни заступника, ни исповителя. Не увидишь тогда кроткого и тихого лица Христова. Но как сосланные на родокопные заводы отдаются под власть людей немилостивых и не могут видеть никого из своих домашних и друзей, а только видят своих надзирателей, так и будет тогда и еще несравненно хуже. Потому что здесь еще можно прибегнуть к царю и умолить его, и таким образом снять с осужденного оковы. А там это уже невозможно. Ибо из ада никого не выпускают. И заключенные там вечно горят в огне и претерпевают такое мучение, которого описать невозможно. Некоторые говорят, что гиены не будет, потому что Бог человека любив. Но разве напрасно Господь сказал, что он грешников пошлет в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его? Нет, говорят, но только для угрозы, чтобы мы вразумились. А если мы не вразумимся и останемся злыми, скажи мне, то Бог не пошлет наказание? И добрым не воздаст наград? Воздаст, говорят, потому что ему свойственно оказывать благодеяние даже и выше заслуг. Итак, последняя истина и непременно будет, а что касается до наказаний, то их не будет. О великое коварство дьявола, о бесчеловечное такое человеколюбие. Ибо ему принадлежит эта мысль, обещающая бесполезную милость и делающая людей беспечными. Так как он знает, что страх наказания, как некоторая узда, удерживает нашу душу и обуздывает пороки, то он делает все и принимает все меры, чтобы исторкнуть его с корнем, дабы потом мы безбоязненно неслись в пропасть. Как же мы преодолеем его? Из Писания, чтобы мы не говорили, противники скажут, что это написано для угрозы. Но если они могут говорить так о будущем, хотя и весьма нечестиво, то о настоящем и уже исполнившемся не могут. Итак, спросим их, слыхали ли вы о потопе и всеобщем тогдашнем истреблении? Для угрозы ли было сказано это? Разве это не исполнилось и не произошло на самом деле? Не свидетельствуют ли об этом и горы Армении, где остановился ковчег? Остатки его не сохраняются ли там и до ныне для нашего воспоминания? Подобным образом и тогда многие говорили в течение ста лет, когда ковчег строился. И праведник возвещал, никто не верил этому. Но так как не верили угрозе на словах, то внезапно подвергались наказанию на самом деле. А кто навел такое наказание на них, тот не гораздо ли более наведет на нас. Ныне совершаемые злодеяния не меньше тогдашних. Если кто не верит Гиене, то пусть вспомнит о Содоме, пусть подумает о Гаморе, о наказаниях, которые уже исполнилось и остаются доныне. Изъясняя это, и Божественное Писание говорит о премудрости. Она во время погибели нечестивых спасла праведного, который избежал огня, не сшедшего на пять городов, от которых во свидетельство нечестия осталась дымящаяся пустая земля и растения, не в свое время приносящие плоты. Нужно сказать и причину, за что они так пострадали. У них было одно преступление, тяжкое и заслуживающее проклятие, но только одно. Они предавались неистовой страсти и за это сожжены огненным дождем. А теперь совершаются бесчисленные подобные и тягчайшие преступления. Но такого сожжения не бывает. Почему? Потому что приготовлен другой огонь, никогда не угасаемый. Ибо тот, кто показал такой гнев за один грех, не принял ходатайство Авраама и не был удержан жившим там лотом, как пощадит нас совершающих, столько зла. Ибо тот, кто показал такой гнев за один грех, не принял ходатайство Авраама и не был удержан жившим там лотом, как пощадит нас совершающих столько зла? Не может быть этого. При этом нужно подумать и о том, что бывает в настоящей жизни, и мы не станем отвергать гиены. И если Бог праведен и нелицеприятен, а он действительно таков, то почему здесь одни за убийство терпят наказание, а другие не терпят? Почему из прелюбодеев одни наказываются, а другие умирают ненаказанными? Сколько гробокопателей избегли наказания, сколько разбойников, сколько коростолюбцев, сколько грабителей? Если бы не было гиены, то где они понесут наказание? Убедим ли мы противоречащих, что учение о ней не басня? Оно так истинно, что не мы только, но и стихотворцы, и философы, и баснописцы рассуждали о будущем воздаяния и утверждали, что нечестивые наказываются в аде. Итак, не будем отвергать гиены, чтобы нам не впасть в нее, ибо неверующая делается беспечным, а беспечный непременно попадет в нее. Но будем, несомненно, верить и часто говорить о ней, и тогда мы не скоро станем грешить. Ибо память об этом, как некоторое горькое лекарство, может истребить всякий порог, если она будет постоянно жить в нашей душе. Если мы бдительны и небеспечны, то жизнь посреди злых людей не только не вредит нам, но и делает нас более тщательными в добродетели. Для того человеколюбивый Бог и устроил так, чтобы жили вместе и злые, и добрые, чтобы от этого и нечестие злых ослаблялось, а добродетель добрых выказывалось блистательнее, и беспечные от обращения с ревностными в добродетели получали, если пожелают, величайшую пользу. Симфония по творениям святителя Иоанна Златоуста. Спасибо всем за внимание и до встречи на нашем канале. Уважаемые зрители, рекомендуем подписаться на наши каналы в Яндексе, Рутюбе и ВКонтакте. Ссылки в описании. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова